Это обсуждение номинации «Большой материал». Как устроен конкурс? Журналисты присылают работы, дальше их отсматривают члены жюри, в том числе и я. Появляется, возникает некий шорт-лист, материал из которого мы сейчас обсуждаем с вами, с авторами, если они здесь есть. И вы выставляете свои оценки, которые в дальнейшем суммируются с мнением жюри, и так вы являетесь победителем. А есть ли у нас шорт-лист? Вот, это раздел «Новости», а нам надо чуть… нам надо следующий раздел «Большой материал». А есть ли здесь авторы этих материалов? Расскажите, кто вы, чтобы я просто понимал, что… А кого можно меньше… Кого нужно меньше ругать и так далее. Два материала там даже из донах «Серч» попал. Чуть-чуть пониже. Вообще у нас столько материалов. Все, вот. Чуть-чуть повыше. Давайте. Пусть красное кресло останется свободным. А, так, вот «Донах Серч». Когда-то у нас еще была рука, чья-то? Да, я думал, мы увидим другую информацию. У нас на информации большой материал. Все, больше нет авторов? А? Урал 56, 52, Хабаровский. Это там выше. Это и наоборот там… А, вот это там, Хабаровский залог. Да, кто-нибудь еще. У нас работа рекомендации, но мы мало применим. Откуда? Уфа. Уфа. А, и… Уфа-1. Да. Вчера было много людей в майках из Уфа-1. Я думаю, может быть, и автор приехал. Так, давайте попробуем… Собственно, большинство же людей… Я думаю, большинство участников не считало работы других, поэтому мне сейчас нужно будет быстренько, наверное, пробежаться по этим работам, рассказать, во-первых, о чем они, и рассказать какие-то плюсы, минусы, какие-то проблемы, которые там мне заметны. Давайте начнем с конца. Издание… Секунду, мы ставим с мышкой. Да. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Секунду. Сейчас просто мышка. Мышке не нравится. Мышке не нравится. Что это? Выясняется, что у нас даже есть какие-то комментарии от экспертов, от других членов жюри. Материал издания «Медиакурссеть» из Уфы. Это издание победило в прошлом году в номинации «Большой материал». И это, собственно, довольно любопытный материал, что не так со статистикой суицидов и их профилактикой в Башкирии. Есть комментарий от эксперта, главного редактора журнала «Мел». Она пишет, что мне не хватило еще региональной статистики, квалификации тех, кто занимается профилактикой. Больше нужно про особенности татарского башкирского менталитета. А что с особенностями? Ничего про это не знал. Вот. И здесь простая история. Башкирии, собственно, журналисты решили изучить, почему Башкирия входит в двадцатку субъектов России по уровню самоубийств. Решили, собственно, посмотреть, разобраться с местной статистикой и выяснили довольно странную штуку, что, вот, собственно, это ключевая, ключевая, собственно, ключевой слайд материала. Выяснилось, что статистика самоубийств снижается по Башкирии, но при этом появился неожиданный рост по графе повреждения с неопределенными намерениями. То есть обнаружилось такое странное статистическое мошенничество, когда, собственно, начали расти самоубийства. Это, наверное, привлекло внимание чиновников. Они говорят, как же так, давайте что-нибудь сделаем со статистикой. И тогда появилась, собственно, формулировка повреждения с неопределенными намерениями, которая стала расти, которую, собственно, не учитывает федеральная статистика в общем, в разделе самоубийства. Собственно, взяли комментарии у эксперта из Москвы, который рассказал, что такое действительно бывает, и даже привел примеры нескольких регионов, например, Астраханской области, где тоже в какой-то из моментов резко стала снижаться статистика по самоубийствам. И появился рост, сейчас где эта штука, появился рост тоже по статье повреждения с непонятными намерениями. Вот, и дальше, собственно, разбирается там комментарии специалистов. Это московские, там были какие-то и местные, но местные, правда, как-то не особо охотно отвечали, почему это так, что это происходит и так далее. В общем, стали смотреть, как вообще устроена ситуация с самоубийствами в регионе, и как они фиксируются, стали разбирать эту вещь. Мне кажется, важная, интересная тема, на которую не очень часто пишут, и тем более как бы немногие доходят до того, чтобы там разобраться с этой статистикой и понять, и обнаружить, зафиксировать какую-то общую тенденцию в подтасовках. Ну, то есть очень нечасто региональные журналисты смотрят за пределы своего региона, даже когда это там подсказывает, даже когда это, собственно, чем-то обусловлено. Еще один, собственно, материал, который мне этим понравился, это, собственно, материал издания из Оренбургской области, Урал-56. Собственно, происходит мусорная реформа, и рядом с городом Орском строят мусороперерабатывающий завод. И рассказывает, что вот это завод по прекрасным... Рассказывает, например, то же самое, что в Казани. Вот это завод по прекрасным технологиям, иностранным, в данном случае орско-корейским. И такие заводы уже прекрасно работают в Хабаровском, Приморском крае. И здесь журналист, собственно, решает узнать, что же там... Что это за компания, и что же она, наконец, такого замечательного открыла в Хабаровском крае, и как к этому относятся местные жители. Действительно, это такой прекрасный завод, как рассказывают. Находят какие-то пресс-релизы с открытия завода, радостные фотографии с запуска завода. И потом выясняется, что этот завод, собственно, после запуска так и не начал работать. этот комментарий, насколько я понимаю, от организации, которые принадлежат этот завод. Нет, это комментарии наши коллеги, которые они занимаются. А спецавтохозяйство, это, мне кажется, та организация, которая управляет заводом. Да. И он объясняет, как бы... А ваши коллеги из Урал-56? Нет, коллеги нашли. Мы звонили за вас. Так. Так. Несколько принесений обзвонили, нам с вами взяли комментарии с этих ребят. А, и они... Я не знаю, что вы так-то объясняете. А во Владивостоке что случилось? Во Владивостоке даже никто не начинал его строить. То есть оказалось, что у них там были намерения, но эти намерения все накрылись тазом, потому что как бы... Можно буквально минуту просто объясню, почему вообще мы за эту тему взялись. У нас решили строить этот мусороперерабатывающий завод в двух километрах от города. Почему так близко? Понятно, им удобно. Транспортное плечо маленькое, коммуникации тянуть не надо, все классно. Но это самый густонаселенный район города, там очень плохо все с экологией, люди стали возмущаться. И власти избрали такую тактику. Они проводили сходы граждан, все. Причем они это в черте города. Они сказали, давайте подвинем черту. Ну что, будет завод. А нельзя строить в городе в черте. Давайте передвинем черту. Люди стали на дыбы, разумеется, мы тоже. И они стали проводить сходы, и говорят, эти журналюги, они тупые, они ничего не понимают. Технологии обалденные. Это витамины сплошные. Все будет так здорово. Там, среди прочего, например, говорили, что это вот как бы небольшой такой бэк. То есть там тема, это у нас в городе, она крутилась больше года. Мы ее раскручивали. Например, говорят, вы что, ждете, там пахнуть будет? Потому что вот эта вот свалка, которая прилегает к заводу, там только будет стекло, там строительные материалы. Вся органика пойдет на переработку и сгорит в печах цемзавода, который тут же рядом. Он уже есть, он уже нам отравляет жизнь. Я поехал к директору цемзавода и говорю, ну так, интервью, среди прочего, говорю, а что там это вот, ну вот эти вот объедки, они что-то так хорошо горят? Он говорит, с ума сошли. Мы не будем объедки, самих доедайте нам это. Нам надо с большой теплотворностью резина, пластик, а объедки нет. То есть мы чиновников поймали на вранье. Потом также мы их поймали, когда там цифры не бились по глубине переработки, по загрузке. То есть мы пришли к выводу, что их задача сейчас отжать этот участок, вот, сломить как бы сопротивление людей, а потом уже они, они сами толком не знают, что там будет. Ну что-нибудь будет, ничего хорошего, понятно. И вот последняя вишенка на торте, когда нам уже сказали, что да есть такие заводы, на Дальнем Востоке все великолепно, стали звонить, ни черта там нет вообще. Это как вот, собственно, сейчас в Казани с мусоросжигательным заводом. Насколько я понимаю, такая же ситуация, когда говорят, это, такими заводами застроена вся Европа и так далее. Но что это, как бы никто пока вроде бы там не пошел посмотреть, как бы действительно ли такие заводы по этой технологии работают в Европе, как у них вообще там дела, какое настроение. И вот я еще добавлю, что через 4 дня, вот когда мы это опубликовали, мы сами немножко опешили, но нельзя врать настолько, вот как бы, ну как, может мы что-то не разглядели, может все-таки они есть, ну непонятно. Через 4 дня приехал вот этот мужик, который директор этого застройщика, инвестора, и сказал, да, мы погорячились, мы ляпнули, немножко не то, действительно этих заводов нету, ну спасибо, что вы нам указали, но мы все равно что-нибудь построим. Ну и сейчас, к счастью, губернатор, который у нас лоббировал вот эти дела, это инвестором выступал миллиардер там Руссоли, директор Сергей Черный, это тоже у нас отдельное расследование было по этому поводу. Она была роминирована в прошлом году даже. Да, да, да. Губернатор у нас сменился, и вот эта тема заглохла, мы, конечно, себе не вешаем медаль, что это мы отвели от города эту беду, но надеемся, что мы тоже немножко все-таки по, по крайней мере, мы протянули время, и вот такую конъюнктуру создали. А тут вот в комментариях, собственно, спрашивают, а почему нету комментариев, от компании тут в заметке? По-моему, действительно нету. Вот я говорю, она, потому что мы к ним обратились, они сказали без комментариев, но спустя 4 дня они были вынуждены приехать, и там вот если посмотреть, где шорт-лист, вернее, не где же шорт-лист, а где описание вот этой вот и всей истории, там есть ссылочка на комментарий, который был дан 4 дня спустя. А, просто вот, наверное… Просто тогда они, да, отказались комментировать еще. А где она там, она сверху, да? Не-не-не, это вот на сайте Вместе Медиа, там где именно описана суть работы. Окей, окей, я понял. Все, просто, наверное, это не заметили. В общем, ну вот, да, у меня тоже возник вопрос, а здесь, по-моему, даже в этой заметке не написано, что они отказались от комментариев. Не, ну, они как бы, они изначально дали комментарий, что все нормы, там все строится, вот, и потом мы им написали запрос, чтобы прояснить… Но вот здесь в этом тексте не написано, что вы написали запрос, и они не ответили. Вот как бы, да, было бы клево, если бы это было отмечено здесь. Вот. А так, в целом, как бы, мне кажется, это очень редкое для регионов, но крутая идея, как бы, чтобы действительно пойти проверить, даже там, несмотря на то, что между вами там шесть часовых поясов разницы, но вот в итоге вы убедились, как бы, о том, что то, что вам рассказывал, то, что вам рассказывал инвестор, это фейк. Мне кажется, это важно, важно и хорошо. Может быть, кто-нибудь в Казани сейчас уточнит Ростеха, где работают эти прекрасные заводы и напишет об этом, собственно, и проверит, как они на самом деле работают, что там происходит с ними, с новостями. Так, сейчас, секунду. А у нас есть донор Сечек. Мне понравилось, когда рассказываю не я, а расскажите о своем материале. Всем здравствуйте. В общем, Руслан Шикуров — это основатель крупнейшего интернет-сообщества доноров в Рунете. Начинал он свое дело с небольшой группой ВКонтакте, в которой набрал методом спама 2000 человек, потом начал вкладываться это дело, и сейчас уже более 300 тысяч доноров зарегистрировано на сайте и более миллиона жизней благодаря этому было спасено. Собственно, в материале Руслан рассказывает о том, кто он есть по жизни, как он начал этим заниматься, кто ему помогал, с какими трудностями он сталкивался, с какими трудностями сталкиваются некоммерческие организации, потому что сейчас сообщество зарегистрировано как некоммерческая организация. Ну и о планах на будущее, и как, собственно, проект живет, и как планирует развиваться. Но если коротко, то так. А это, собственно, публикация на самом сайте, да? То есть как бы это… Да, есть портал, и на портале есть отдельный журнал «Донорсерч». То есть там различные материалы о донорстве, истории о донорстве. Второй материал, он как раз уже именно о донорской теме, который от второго автора. Может быть, воспользоваться ситуацией, попросить рассказать о втором материале? Можно я, потому что автора нет, а я был редактором этого текста, поэтому я коротенько. У нас большое в организации есть не только сайт, но есть авторы, редакторы, сколько человек. Ну, как бы штата нет, есть внештатная команда из 33-х человек, которые периодически включаются в работу, то есть пишут разные материалы. Это история, значит, журналиста от первого лица практически написана, у которой мать, она родилась в Ихкутске, и мы знаем по 90-м, что в этом городе, в этом регионе очень часто падали самолеты, и, соответственно, запрос на донорскую кровь, потому что требовалось очень срочное переливание, был очень большой. И рассказывается история про мать этой журналистки, сначала с позиции воспоминаний дочки о своей матери, а потом с позиции тоже Ирины Данильянс, но только самой мамы, то есть она взяла у нее интервью, и очень красиво построена игра с фактурой, где какие-то неточные воспоминания девочки потом конкретизируются новыми фактами ее матери. Вот, собственно, материал, мне кажется, получился достаточно хорошо, чисто эмоционально. Это просто такие цель вообще истории в Донорсерче вызывать эмоции у людей по типу той же схемы, которую делают такие дела, но только не донатить деньги, а мотивировать людей на то, чтобы эта эмоция у них закрепилась, как то, что позволит людям мотивироваться стать донором. Вот, собственно, вот. Все, если по-моему. Я, честно скажу, я немножко опасаюсь благотворительности, я никогда не видел сайт Донорсерч, но прочитав материалы, они, конечно, сработали. Три материала было, две истории, и, конечно, материалы с историями они сработали, они действительно как бы очень такие эмоциональные. Вот, мне понравилось вот два материала, основанные на каких-то историях. Не то, чтобы я буду, конечно, заходить их читать, но если у них будет какой-то другой механизм распространения по целевому сайту, то как бы… Нет, есть, конечно же, соцсети, но то есть… Да, это сподвигает, как бы, ну, то есть там есть ответы на много вопросов. У нас есть комментарии еще экспертов, с которыми я, наверное, не совсем соглашусь, но прочитаю. Собственно, комментарии про этот материал, материал не проблемного, а агитирующего характера. Он хороший, но в нем не хватает эмоций и историй. Что-то вот как-то, мне кажется… Я вот, на самом деле, этот материал бы даже рекомендовал всем почитать. Мне кажется, вот он вполне себе эмоциональный, и не хватает истории, что там… Там какие-то были трогательные истории о том, что в 90-х эти продпайки, которые выдавали на станции переливания, они разнообразили питание, помогали жить. Вот, мне прям кажется, хорошо. И со вторым комментарием ко второму материалу я тоже как-то не соглашусь лично я. Комментарии из трех текстов про донорство – это лучший, но общий комментарий не стоит ставить в одну номинацию три текста на одну и ту же тему. Ну, ну, проблемы с сайта, с версткой на сайте. Тут, наверное, действительно есть такая проблема, где второй материал у нас. Но она многих касается. В частности, ну, вот у меня вопрос к большому, слишком верхнему этому, как это называется, тизеру, шмизеру заголовку. То есть, стоит догадаться, что у дизайнера большой монитор. У меня не такой большой монитор, поэтому, когда я открываю, я тут не сразу понимаю, что там есть какой-то текст и так далее. Общая рекомендация всем, как бы, если у вас есть дизайнер с большим монитором, знайте, что есть читатель с очень маленьким и плохим монитором, и смотрите на сайт тоже на нем. Проблема с версткой. Не читается заголовок на главной картинке, плывет текст местами, частотные резы мешают чтению даже с мобильного. Заголовок действительно не читается, но вот он тут попадает в момент, где белые на белом. Но в остальном, как бы, мне кажется, что все нормально разверстанно, хотя я не могу это оценивать только как читать. А вот, мне прям все понравилось, я удивился, что есть сайт на эту тему с хорошими историями. Стоит развивать эту тему дальше, не стоит. Ну, как бы, я просто сравнивал это с сайтом спидцентра, и мне кажется, что вот у вас истории, они более эмоциональны, они более стимулируют к какому-то действию, они запоминающиеся. Это, как бы, какая-то история, которую можно пересказать. Вот, там, в множество-множество каких-то таких благодарительных специализированных сайтов НКО, они грешат тем, что, как бы, вот, они углубляются больше в проблему, чем нужно. Это не, там, это может быть, как бы, интересно для специалистов, для тех, кто знаком с этой проблемой, но вот не всегда это вызывает какие-то эмоции или вызывает не те эмоции. Больная для меня тема, но расскажу еще. Какие-то есть, собственно, такие волны, когда все пишут, все пишут на какую-то тему, а сейчас, вот, например, в этом году, если нету в номинации 10 материалов про снюс, что бы это ни было, как бы, номинация не удалась. Не знаю, что там произошло в этом мире со снюсом, но, как бы, все пишут материалы про снюс и так далее. Когда-то пишут волнами также материалы, не помню, про что было в прошлом году, в какой-то из моментов был материал про ВИЧ. Все считают, что нужно модно написать материалы про ВИЧ. И действительно большая, дикая проблема в России. Уже, собственно, цифры достигли статуса эпидемии. И что меня раздражало в этих заметках о том, что там были, ну, то есть брали людей из групп РИСКа, там, типа, вот, она была наркоманкой, там, у нее отняли детей, она обнаружила, что у нее ВИЧ, но решила одуматься, и теперь она с открытым лицом рассказывает свою историю. Ровно то, что не нужно делать, как бы. Проблема такая, что, как бы, когда заходишь в спидцентр, там, видишь бабушку с дедушкой, и ты не сразу понимаешь, что они туда пришли, как бы, по делу, а не по вопросам своих этих внуков со сложной судьбой. И, как бы, вот, когда, ну, то есть, вот, там, в случае спидок нужно рассказывать истории максимально простых людей, которые столкнулись с этой проблемой, потому что это уже давно вышло за какие-то группы РИСКа. И здесь тоже, вот, как бы, история, основанная на эмоциях, история про, про, про обычного донора, написанная с интересного поворота, с интересными эмоциями. Вот, закончилось мое нервное выступление на эту тему. Так, давайте, побыстрее все закроем. Репортаж издания 59.ру, тоже, наверное, не стоит ругать, а то Уфа-1 передаст все, так как это один медиахолдинг. Собственно, история с строительством завода в... Сейчас я, конечно, попаду в Удмуртии же, да, Камбарка? А в Удмуртии в... Да, вот, тут есть подсказка. На границе с Пермским краем. Собственно, там, там был завод по уничтожению химоружия, а сейчас, сейчас там пытаются, собственно, построить завод по переработке, по переработке особо опасных, особо опасного, собственно, мусора, первого-второго класса. Вот, и все боятся, что все будет ужасно и так далее. Хотя там первый-вторый класс опасности отходов, это там градусники и что-то такое менее опасное. А? Да, но тут проблема в том, что не очень понятно, как бы... Чего? Да, а сейчас... В Удмуртии в топливных бочках и бочки продырявились, и все это в топливных ветром с разъем впадает в окружающую среду. Да, а сейчас, вероятно, чиновники думают, что так как там уже такая довольно загрязненная местность, можно там построить мусорный завод по переработке каких-то более простых отходов. На самом деле там проблема не столько в этом, сколько... Ну, я не из этого издания, но и с холдинга, и мы ездили тоже, потому что и на границе с Башкирией в том числе, это наше город, Нефтекамск, это всего там 23 километра, что ли. Проблема в том, что этот завод собираются строить прямо на берегу Камы. Там заболоченная местность и очень много притоков, ручейков, которые попадают в реку, и там водозабор. Собственно, от этого и плясали. Угу. Да. Ой, вот так у нас появляется цензура. Мы из Саратова, яхомосковь в Саратове. У нас сюда тоже будет построен подобный завод по переработке опасных отходов. Все четыре завода, вот один из них здесь представлен, один из них у нас, будет построен по инициативе правительства. Росрау будет их строить. Они все будут стоять на берегах рек. Это, я не знаю, описано здесь или нет, потому что, получается, это проблема не только вот этого региона, это проблема нескольких регионов. Угу. Потому что находилась в этот момент у нас была тоже переработка химического оружия. Да, это бывшие заводы по переработке химоружия. Они решили, что раз есть уже мощность, то будем ее использовать. И здесь они это называют не строительство новых заводов, а перепрофилирование. И у вас же тоже протесты идут в... Да, протесты во всех регионах, где будут построены такие заводы идут. Есть ли здесь развитие? Есть ли в этой истории какое-то развитие? Тогда этот момент придает этой теме как бы более масштабный характер. Нет, такой вопрос есть. И еще такая же история, если я не ошибаюсь, в Сибири. Но здесь не упоминается, по-моему, в этом тексте ни саратовская история, ни сибирская. И тут более того, как бы основная проблема, что что-то происходит, но что конкретно не очень понятно. То есть как бы описывается... Я не прав? Там есть какие-то подробности про этот завод? Я у коллег из Уфы спрашиваю. Там подробности есть, на самом деле. Коллеги, видимо, и докопались до них, а мы написали в эту Росатом, нам прислали ответ, сказали, что все вы врете, у нас все хорошо, у нас новое модное оборудование, никаких утечек не будет. И как бы вы ни скандально не бастовали, мы все равно построим. И вот у нас уже есть планы, и вот инвестиции, и вот проект. И вот такие мощности мы в 2020-2024 году запускаем. И как-то все, вопрос решен. Комментарий, комментарий Росрау нет. Здесь есть комментарий Росприводнадзора, который такой довольно абстрактный. То есть вот здесь у пермских коллег не очень понятно, что там будет происходить. Комментарии абстрактные, что типа если это все пройдет общественную экспертизу и так далее, все должно быть хорошо. Но на самом деле не очень понятно, что там и как. И, собственно, может быть там стоило посмотреть, что это происходит, как происходит это в других регионах. То есть вот как это сделали там коллеги из Орска, посмотрев, что там в Хабаровске построен ли этот завод и выяснили, что не построен. То есть сравнить, как бы посмотреть на опыт других людей. И, может быть, разобраться с историями загрязнений которые были до этого. Собственно, посмотреть, что говорят про это чиновники и что говорят про это там независимые экологи. Там же наверняка проводились какие-то исследования. И тогда там, условно говоря, здесь может быть понятен какой-то, не знаю, объем объем, давайте назовем это объемом вранья. Ну, то есть как бы то, что говорят официальные чиновники, попытаться провести факт-чекинг по какой-то там прошлой истории. Если про текущую историю не то, чтобы много что известно. Я просто хотела добавить, что на самом деле у нас есть общественницы, у нас есть несколько экологов. И вот как раз нефтешлаки, нефтешлаки, прошу прощения, о которых мы упомянули, это как раз то, что приезжали вот те самые эксперты к нам, которые с Европы везут эти технологии. И они поставили в тупик вопросами по поводу некоторых видов веществ, которые будут в последствии переработки у нас оставаться. И как они будут влиять? Они приводили исследования, что они накапливаются, в течение 50 лет оказывают, их невозможно вывести, они оказывают негативное влияние на среду. И эксперты на этот вопрос просто не смогли ответить. Росрау тоже. И у нас есть это. Ну, то есть есть. Если я правильно понимаю или если я правильно помню текст, в Камбарке там даже не очень понятно, какие именно отходы там будут перерабатываться. То есть каких-то технологических, нет, там первый-второй класс как бы написано, то, что у всех написано. А дата публикации, вот если мне подскажете, я смогу подсказать, потому что нам сообщили о том, какие будут отходы перерабатываться только спустя какое-то время. То есть мы тоже сначала не понимали, какие конкретно отходы там будут вести, и только со временем нам дали понять, это… 5 июля. 5 июля. 5 июля, нет, к этому моменту еще не было известно, это точно. То есть это… Окей, ну то есть вот как бы это ситуация в развитии. Сейчас я посмотрю, есть ли какие-то… какие-то комментарии по этому поводу, комментариев нету. Так. Можно по Хабаровску позволяйте, пожалуйста, комментарии есть? По Хабаровску я, по-моему, сказал. Нет от компании комментариев. Есть еще странный вопрос, зачем скриншоты релизов? У меня не вызывает вопросов скриншоты релизов. А у Фадин, что там с Ксенией Собчак, башкирский танец. Расскажите о своем материале. Этот материал родился после ролика, который очень прогремел у нас в регионе. Врачей насмешила зарплата на каком-то из собраний в Салаватском роддоме. Директор роддома заявила, что у нас все хорошо, у врачей и у медсестер и у персонала средняя зарплата составляет 62 тысячи рублей. Присутствующие смеялись, радовались в голос, потому что на самом деле это не так. И мы поехали разбираться, что же там у них происходит. Откуда такие расценки, потому что и в Уфе таких зарплат нет. Приехали и выяснилось, что на самом деле государственный роддом перевели, отдали в руки частникам. частники приплюсовали в общую копилку зарплаты административного состава, в том числе получились такие смешные суммы, 62 тысячи в среднем. А на самом деле там люди получают крохи. Людей не хватает, и чтобы достойно жить, они тащат на себе по 2-3 ставки, работают по 10 ночных дежурств, берут, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Акушерок перевели в санитары и в уборщики. И, в общем, они выживают со слезами на глазах и спят и видят, уволятся и найти другую работу. Есть комментарий, с которым я традиционно не согласен. Ситуационный материал на лонгрид не тянет. Но это и не был лонгрид. Пишет один из экспертов. Да, но мне кажется, что это довольно интересная, опять же, собственно, интересная ситуация, когда, собственно, журналист решает проверить, проверить новость. То есть вот как бы есть, говорят о больших зарплатах, никто не верит. Журналист выезжает на место, собственно, общается непосредственно там с медицинским персоналом и выясняет, что ситуация такая же, как везде, и даже хуже, потому что, если я не ошибаюсь, там перевелись не так, как за штат. Да, 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 да. Вот, и поэтому у них зарплата там уменьшилась, вообще они не считаются какими-то этими медработниками. Вот, и, собственно, люди это говорят под своими именами, что рассказывают об этом под своими именами, что, конечно же, хорошо и добавляет и добавляет убежденности для читателей. Собственно, также попытались поговорить с главным врачом, который, собственно, и озвучивал эти данные. Вот, но, собственно, главный врач как-то не... Причем с этим главным врачом очень интересно получилось. Корреспондент, когда вернулась, объяснила мне ситуацию, она пришла к выводу, что главный врач сидела внутри кабинета, секретарь ее демонстративно закрыла, чтобы показать, что ее там нет, и ушла для того, чтобы произвести впечатление на корреспондент, чтобы она свалила оттуда. Потому что я сказала, Света, если ты не возьмешь комментарий, ты можешь не приезжать. Вот она сидела и пыталась его взять. Да, да, да. Тут описываются неоднократные попытки, и, собственно, на видео видно такое странное поведение секретаря и так далее. Мне вот понравился материал, как такой вот, собственно, проверка, выезд на место, проверка всех фактов и, собственно, какое-то разоблачение вранья очередного. Издание 7 на 7. Издание 7 на 7. Тут два материала из одной серии. Два материала из одной серии. Собственно, у них был большой проект Короли госзаказа, когда они, собственно, составляли рейтинг крупнейших поставщиков, компанических получателей подрядов по госзакупкам. Вот. И разбирали, собственно, истории лидеров этого списка. Вот. И писали про них, собственно, какие-то лонгриды. Вот в Кирове второе, по-моему, он занял место не первое, может быть и первое, занял человек, который связан с местными властями и стал получать сначала, стал получать контракты на анализы, по-моему, да. Собственно, стал получать контракты на анализах. По странному сечению обстоятельств районные больницы стали закрывать в лаборатории и отправлять даже там на какие-то довольно простые анализы в частную клинику. А частная клиника, тут есть какая-то была история о том, что частная клиника, она не только получала, в некоторых случаях она получала деньги за эту работу и от государства, и даже, собственно, просила у самих клиентов, говорила, что нет, этот анализ не входит в список датируемых и типа заплатить за это деньги. И потом, собственно, эта компания, компания, связанная с этим же человеком, стала заниматься поставками питания, поставками питания в медучреждения. То есть, вот какой-то у него, как-то его очень любят в кировском здравоохранении. Единственное, что вот герой сам не захотел ничего комментировать и с какими-то другими там связанными с ним людьми тоже нету комментариев. Это, конечно, минус, потому что мы не знаем, не знаем позиции той стороны, не понимаем ответа, как так все получилось. Вот. И здесь, собственно, 10 мест, топ-10 этих людей, крупнейших получателей госконтрактов в регионе с небольшими какими-то справочками о них. довольно любопытный материал, мало такого в регионах делается, но вот даже издание 7х7, которое там представлено в десятки регионов, они всего лишь в нескольких регионах сделали такой проект, что немножко жалко. Аналогичная заметка из Чувашии, тоже второе место получила компания «Коммунальные технологии». И здесь, собственно, разбор истории выясняется. В Чувашии были отданы коммунальные сети, теплосети и энергосети в концессию какой-то совершенно неизвестной компании «Коммунальные технологии», которая сейчас стала банкротиться, и там стали возникать какие-то проблемы. И вот, собственно, автор стал изучать историю этой компании, и выяснилось, что эта компания связана с адвокатским бюро, с московским адвокатским бюро «Клишин и партнеры», где работал, где до того, как возглавить республику, работал прежний глава республики Николай Федоров. И потом, собственно, под конец своего правления он отдал в концессию коммунальные сети. Ничего хорошего не получилось, кроме того, что теперь Чувашия должна всем поставщикам какие-то огромные суммы денег и так далее. Параллельно с этим выяснилось, что вот эти вот юристы, юридическая компания «Клишин и партнеры», которая связана с тогдашним главой республики, получила от главы республики и еще много всяких странных активов. Это будет ниже. А здесь, а здесь табли, собственно, изучили также, кому отдавала, кого на подряды нанимала компания коммунальной технологии, и выяснялось, что она зачастую нанимала родственные, близкие с ней компании на какие-то смешные работы. То есть, условно говоря, они платили сами себе вот там за юридические услуги, заплатили 28 миллионов. А в итоге это, собственно, все эти расходы попадают в тариф. И тут часть работ удалось выяснить, что она как бы фиктивная, по части работ осталось там не очень понятно, так ли это или нет. Вот. И плюс выяснилось, что там также были, также с этой группой людей, московских юристов, связаны и другие, бывшие активы, которые были в собственности республики, а потом у них появились частные владельцы. Вот один из крупнейших банков Чувашии, Кредитпромбанк, оказался во владении этих же юристов. И там торговый центр Каскад, при котором никто не знал доподлинно, кому он принадлежит. Тоже вот вы там говорили каким-то москвичам. Тоже выяснилось, что это вот москвичи, которые связаны с бывшим главой республики. Более того, здесь еще выяснилось, что часть этих московских, часть людей, связанных с московскими юристами, живет, на них записана часть земли в резиденции президента Федорова. Собственно, у него есть резиденция за городом, и там часть маленькие дома и небольшие участки земли записаны непосредственно на них и его родных, а большие участки, прилегающие к находящейся в этой резиденции за единым забором, они записаны, опять же, на вот каких-то этих странных юристов. Такая вот история про Чувашию и крупнейших победителей госконтрактов. Такое вот расследование. И здесь вот, собственно, то же самое. Раз, два, три, четыре, десять мест про крупнейших подрядчиков. Вот. И вот в ряде еще регионов они сделали аналогичные проекты. Вот. Такой любопытный проект, что нам скажут эксперты в комментариях. Эксперты в комментариях не говорят ничего, так с ними бывает. И третий материал уже отдельный, никак не связанный с проектом Королей госзаказа. Это, собственно, история про человека, который создал музей одного из тыловых лагерей военных лет в закрытом, в зато заречной, находящемся в Пензенской области. Вот, собственно, историей, как и зачем человек собирал эти данные. Так как музей находится в закрытом городе, ему было очень важно сделать интерактивную 3D-экспозицию, аудиогид и так далее, то есть, чтобы об этом музее кто-то узнал. И местный кировеческий музей выделил ему помещение, где он, собственно, музей устроен странным образом. Там лежат, как бы, много документов, и каждый посетитель может прийти и разобраться с какой-то темой либо всерьез, либо в какой-то игровой форме, ну, то есть, узнать нечто большее об этом лагере. Вот. Такая вот, собственно, история. Ой, тут выяснилось, что это тоже какая-то серия, наверное, о музеях. Но мы не будем об этом узнать. Вот. Такой, собственно, вот рассказ о человеке. Что у нас бывает еще? 1.59? 1.59? Или карантайн, давайте 1.59. История, которая довольно долго тянется, поэтому есть отдельные расхлопы, чтобы это не было долго, отдельные расхлопы, краткое содержание предыдущих серий, есть расхлоп содержания этой публикации. Это, на самом деле, как бы вызвано тем, что это очень большой материал. Более того, на один из прошлых, в позапрошлом году авторы этого материала присылали похожий материал, как бы там просто была другая стадия проблемы. В чем проблема? Неожиданно выяснилось, что один, под одним из городских поселков с частными домами проходил когда-то газопровод. и сейчас собственно собственник газопровода транснефт требует снести жилые дома, потому что они находятся на небезопасном расстоянии от нефтепровода. и вот такая штука. Я очень устал говорить, простите. Было множество судов, собственно, там заметка, которая присылалась раньше, она была рассказа об одном из судей конкретном судебном процессе. суды принимают зачастую противоречивые решения. Сейчас у транснефти появился новый довод о том, что под этим участком есть еще какие-то трубы старые и так далее. Вот. Очень сложно делать это одному. Вот. Большой подробный материал. Здесь есть ссылки и что и как бы и в эти ссылки зашиты еще дополнительные материалы. Что за трубы лежат? Вот они взяли генплан и выясняют, какие трубы еще лежат. Выясняется, что там просто на одном из участков обнаружилось какая-то труба, никто не понимал, что это такое. И выясняют, что там были какие-то закрытые трубопроводы, газопроводы и так далее. Все вот эти ссылки в большинстве своем это какие-то дополнительные подробности по материалу. Вот. Довольно хороший разбор и хорошо, что вот я такое пытаюсь сделать, но не до конца всегда могу научиться, не до конца у меня это хорошо получается. Просто обычно, если автор много-долго занимается какой-то темой, у него огромное количество информации и не каждый читатель готов, когда на него вываливают такое количество информации всегда. Я пытаюсь как-то облегчать или что-то уводить в сноски. Или сейчас появились на медузе у длинных материалов краткий пересказ. Тоже он нам пока не всегда хорошо удается, но мне кажется, это довольно полезные вещи, которые облегчают восприятие материала. Вот. Такой отдельный лонгрид на отдельном дизайне на сайте 1.59. Другая история тоже от сайта 1.59 про сайты для жалоб жителей, которые они отправляют чиновников. В Москве есть такой популярный сайт «Наш город». В регионе сейчас тоже стали появляться. В частности, Максим Решетников, бывший московский министр, возглавил Пермский край, и там появился аналогичный сайт. Собственно, разбираются какие-то истории, насколько эффективен этот сайт. Приходит немножко к выводу странному о том, что чиновники не всегда пытаются решить проблему системно, пытаются решить ее ситуативно, но мне кажется, это немножко странная претензия, потому что ты как раз по ситуациям что-то не загрузилась инфографика. Ой, мы не хотим ничего в новом окне. Вот. Собственно, как бы ты жалуешься на что-то конкретное, и поэтому если ты жалуешься на сугроб, будет клево, если уберут сугроб. Это не значит, что все должны чистить всю улицу, то есть как бы не изо всех проблем можно сделать какой-то глобальный вывод. И, собственно, изучается вопрос о подрядчиках, выясняется, что московский сайт и пермский сайт делала одна и та же компания, там одна и та же начинка. Вот. Собственно, разбираются подробно все эти истории про то, сколько стоил этот сайт, как он управляется, и так далее. Вот. Такой вот большой подробный лонгрид про эту тему. На эту тему. И, собственно, рассматривается пример там в других регионах, что там как бывает и так далее. Отдельный тоже какой-то дизайн, лендинг. Ну, вот не знаю, насколько он здесь оправдан. Потому что если в предыдущем материале это было прям клево, здесь, мне кажется, ничего бы сильно не изменилось. Это ссылки внешние. все ссылки внешние. А здесь ничего бы такого принципиально не изменилось, если это было в обычном дизайне. Вот. Такой материал. Убегал от этих материалов, потому что это такие нетипичные материалы, это исторические материалы, исторические рассказы о каких-то больших событиях. издание «Настоящее время», трагедия подашей, трагедии с... так, что второе выполнение внести это не то. и второе собственно история про пожар в Самарском отделе полиции. Большие подробные красивые истории. Все, наверное, знают, что произошло подашей. Там произошла довольно странная нелепая авария двух поездов в месте встречи поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск, что очень как-то невероятно все представляют, что эти поезда могут встретиться. Эти поезда не столкнулись, там взорвался газопровод, и, собственно, было много погибших в такой невероятной трагедии. много очень исторических материалов, воспоминаний людей или родственников очевидцев, но что классно, что мне показалось хорошим, что авторы съездили еще на место, поговорили с какими-то очевидцами, нашли очевидцев, более того, там нашли, поговорили с главой сельсовета, и выяснилось, что это тот же самый глава сельсовета, что был и тогда. Вот. Много разных историй, которые заставляют это все вспомнить. Не буду перечислять историю, немного говорить уже, не буду вам рассказывать эти истории, в общем, мне кажется, это все можно прочитать, это любопытно. История просто пожар в Самарском управлении милиции, в этом году было, случилось 30-летие, до этого всего, и было три материала, и тут, конечно, можно было бы их сравнить, но собственно, в шорт-лист попал материал настоящего времени, здесь тоже реконструируется это событие, здесь, по-моему, уже меньше каких-то фотографий с места, рассказывается впечатление людей, рассказывается история здания, и то, что там здание было надстроено, и фактически там люди, которые были на четвертом этаже, им было сложно спасаться, истории от очевидцев, и все такое, то есть, хорошо сделанный исторический лонг-ридс, куча свидетельств, воспоминаний нынешних, все воспоминания, там, были проблемы с доставкой воды, вспоминали, там, собственно, вот как тянули, тянули шланги из Волги, потому что там недалеко находятся, и так далее, какие-то видео редкие с тех пор тоже включили, и все такое. Вот, хороший исторический лонг-рид, можем долистать до конца, они огромные, и осталось всего ничего, три хороших материала из-за здания версия в Саратове. жалко, что нет авторов, которые могли бы рассказать об этом материале. Первый материал, собственно, посвящен, посвящен, изучать, журналист решил изучить статистику, заметил, что возросло количество осужденных по статье распространения порнографии, и в Саратове там даже какие-то, это больше, чем в других регионах, решили рассмотреть, собственно, найти приговоры по этим делам, и рассмотреть, в чем там, собственно, заключается дело, и выяснилось, что материалы и так далее, и выяснилось, что как бы это история про полицейскую статистику, когда полицейские возбуждают, ну, то есть это, это в частности там история про человека, который добавил себе на страничку какой-то порно-ролик, и это означает, собственно, по мнению правоохранительных органов, это означает, что вот он распространяет порнографию таким образом, есть, по-моему, это не в этом случае, я просто знаю, есть, например, уголовные дела, когда человек просто там поставил сердечко, и это тоже является таким, собственно, признаком распространения, человек даже был за это осужден на условный срок, вот, разбирается, собственно, несколько дел, связанных с распространением порнографии, у меня нет энергии рассказывать, но это очень хороший материал, поверьте мне, история, так, может быть, у меня есть подсказка, может быть, он меня спасет, подсказка от эксперта про предыдущие два материала настоящего времени, читать интересно, местами кажется чуть-чуть недожатыми, ну и всякие такие подобные мелочи, не знаю, мне было так интересно читать, что, может быть, у меня там не было каких-то прям больших вопросов, ну и я понимал, что это не расследование, это исторический материал, Саратов, Саратов, помогите нам, что-то у нас должно быть про Саратов, нет, про Саратов, у нас страница, которая у нас отсутствует, еще один разбор, еще одна, основанный тоже на материалах уголовного дела о банде, собственно, о людях, осужденных за заказные убийства, и там не все так просто и чисто, вот, ну то есть есть какие-то сомнения, что эти люди, эти люди действительно там стали заказчиками одного преступления, а просто не взяли на себя чужую вину, там на них не спихнули, может быть, кто не читал материалы эти и поможет мне рассказать о них, нет, сорян, а, расскажете? Я вам скажу огромное спасибо. Правда, я не уверена, что у меня хорошо получится. Явно лучше, чем у меня. Эта история в Саратове длится несколько лет. В общем, какая история? Перед вами семья, мужчина, его сын, я так понимаю, его возлюбленная. Вот, их процесс, я так понимаю, все еще идет. Они киллеры. У них очень странная история. Да, они убивали людей, убивали людей. Сперва может показаться, что рандомно, но если прочитать этот материал, они убивали их совершенно не рандомно. Вот. Так. И в итоге, после того, как они убивали, они обращались к семьям, людей, которых они убили, и представлялись людьми близкими к этому убийству и вымогали с них деньги. Но, когда началось расследование всего того, что здесь описано, у журналистов появилось, да, я не из версии, кстати, я тоже из Саратова, просто я им помогаю зачем-то. Вот, может быть, не помогаю. У них очень клевые заметки, я бы им тоже сразу секунду. Вот. Выяснилось, что, возможно, киллеры, эти исполнители и люди, которые заказали эти убийства, находятся где-то в госструктурах, в прокуратуре. Но я, наверное, не буду говорить, кто именно, но там прям написано, что кажется, это вот этот человек. Тут написано. Вот. Но я могла сейчас допустить ошибку, потому что я нервничаю. Я рассказываю. тут вот как-то было какими-то намеками. это написано, в общем. Короче, читать очень интересно. Просто с ума сойти. Я тут даже сердечко поставила. Вот. Но я не знаю, насколько это хорошее расследование. Мне кажется, хорошее. А этот материал вы читали? А? А этот материал вы читали? Нет, это я не читала. А. Очень устал, простите. Хорошее. Все три материала хорошие. И вообще удивительная газета версия Саратов. Натыкаешься, когда натыкаешься. Там даже есть какой-то автор. Да. Тимофей Бутенко, собственно, который всегда очень тщательно эпидантично разбирает истории, что очень не характерно для региональных изданий. Многие там таких, ну, то есть, очень нетривиальные темы, там, как тема с порно. Это его, по-моему, заметка, когда он пошел, собственно, читать приговоры и разбирать. Я просто отчасти тоже интересовался этой темой. И это, конечно, фантастическая тема. И вся эта статья, это какая-то просто вся эта статья за распространение. Да. Тимофей Бутенко. Могу просто рассказать, я тоже как-то интересовался. Выяснилось, что столица российского порно, это один из районов, там, типа, 40% дел по распространению порнографии. осужден, возбуждается в одном из районов Костромской области. Ну, просто там сидит, как бы, следователь, я даже понял, какой конкретно следователь, ему нравятся такие дела возбуждать. Вот. И он там, кто там у нас сегодня лайкнул что-нибудь? Вот. И если вы берете статистику судебного департамента, 40 приговоров по распространению порнографии, это Дзержинский район, город Костромы, это удивительный факт. Вот. И это, собственно, тоже еще одна заметка на эту тему, которая меня удивила. Кладбище, история с кладбищами, там тоже, собственно, история с разбором какого-то... Нет, или это не история с разбором... Ну, в общем, история о кладбище для домашних животных. Вот есть кремационная печь, она незаконна, как и все кремационные печи. упаковывает в такую штуку с бабочками. Страшно, извиняюсь, просто вообще закончились силы окончательно, но мы, по-моему, посмотрели весь шорт-лист. Да? Ура! Так, ну, Продолжение следует...